МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вначале о главных экономических новостях. К этому часу Япония уже обнародовала августовские данные по объему иностранных инвестиций в экономику страны и объему капитала, инвестированного за рубеж. В Швейцарии обнародовала июльское сальдо баланса внешней торговли, включая объемы экспорта и импорта продукции. Далее Великобритания читается по июльским изменениям объема розничной торговли, а также представит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников за август. Канада опубликует июньские изменения объема оптовой торговли, а в статистике из США будут представлены еженедельные данные по количеству первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице, производственный индекс, индекс деловой активности и индекс занятости от ФРС Филадельфии, объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости, а также индекс запаздывающих, совпадающих и опережающих экономических индикаторов за август. Котировки пары евро против американского доллара в начале торговой сессии четверга взлетели вверх на 93 пункта. Причина такого роста – ответ рынка на публикацию протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США. Обнародованный текст уменьшил уверенность инвесторов в скором поднятии процентной ставки в Соединенных Штатах. Евро воспользовался ситуацией, отвоевав позиции у ослабевшего доллара. Закрепившись в новом ценовом диапазоне, в первой половине дня евро будет демонстрировать горизонтальное смещение между уровнями 1.1150 и 1.1090 – предыдущий максимум этой недели. Еще одна валюта, которой удалось воспользоваться ослаблением американского доллара – британский фунт. Подорожав на 47 пунктов с началом торгов, фунт демонстрирует некоторый коррекционный разворот вниз от уровня 1.5699. Ожидается, что до 11.30 по московскому времени мы не увидим большой волатильности этой пары. Затем ожидаем публикации результатов розничных продаж в июле в Соединенном Королевстве. Если прогнозы аналитиков подтвердятся, и мы увидим рост в этом секторе экономики, нас ждет очередной подъем курса. При этом котировки могут предпринять очередную попытку штурма линий сопротивления на отметке 1.5715. Золото пытается вернуть потерянное доверие инвесторов. В результате торгов сегодня его стоимость уже повысилась на 5 центов за унцию, достигнув уровня в 1140 долларов США. Впрочем, этому драгоценному металлу не удалось преодолеть мощную линию сопротивления на отметке 1143 доллара. Именно с этой позиции началось существенное падение цен в середине июля. Показывая коррекционный разворот, золото в первой половине дня будет демонстрировать некоторый нисходящий тренд. Ожидается, что он будет направлен к уровням 1129 и возможно даже 1124 доллара США за унцию. Серебро демонстрировало утром в четверг рост до уровня 15 долларов 44 цента за унцию. После этого мы наблюдаем коррекцию в противоположном направлении. Ожидается, что первая половина дня для этого металла будет характеризоваться движением цен вниз до уровня 15 долларов 28 центов, 15 долларов 22 цента. Значительная линия поддержки сопротивления на этой неделе. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на ютубе. Подпишись и будь в курсе.